Несимметричны стрелки, разная толщина у них. Это не страшно и, в общем-то, легко поправимо. А вот когда кончики стрелок смотрят в разные стороны, ну, они и так смотрят в разные стороны, я имею в виду, что одна ниже, одна выше от линии горизонта, от которой мы вообще проверяем симметрию, вот это уже сложно, очень сложно поправимая ситуация. Как всегда, у вас есть два варианта действий у мастеров. Первый вариант – это удалять кончики стрелок лазером, но проще всего удалять до того места, от которого можно вывести их симметричными уже. Это больно вам, как мастеру, морально, потому что вам нужно будет признать свою ошибку и больно клиенту физически, потому что анестезия на веках срабатывает довольно слабо. Ну, и плюс ещё это долго, потому что стрелка обычно прокрашена очень плотно и в коже много краски, то есть много удалений нужно будет. Ну, а ещё иногда это чревато подтёками пигмента вокруг стрелки. Вы знали, что это может случиться? Из-за воздействия лазера пигмент дробится на более мелкие частицы и иногда случается миграция пигмента вокруг стрелки, ну, по близлежащим сосудам. Эти потёки легко убираются на следующем буквально сеансе лазерного удаления, но ваш клиент, да и вы тоже должны обязательно знать, что такая вероятность существует. Кстати, как отрисовать эскиз, как сделать процедуру, не потеряв эскиз и не нарушив симметрию, вы можете посмотреть на моём вебинаре о стрелках, который уже прошёл, но вы можете посмотреть его в записи. Стрелки плотные, стрелки теневые, ссылка на него будет в описании к этому видео. Второй вариант – это менять форму и делать стрелки симметричными через расширение, естественно, иначе, в общем-то, никак. На одной стрелке вы должны добавить немножко по верху, на другой немножко по низу, так вы за счёт толщины поменяете направление кончиков. Ну, конечно, стрелка будет шире и длиннее. Тут есть одно «но», не все глаза позволяют это сделать, потому что может быть нависшее веко, возрастное веко, и плюс не каждый клиент захочет увеличить и расширить стрелку, потому что это уже часто бывает практически такой вечерний декоративный макияж. И это надолго, поэтому это надо делать очень осознанно. Ну, и тогда мы откатываемся к пункту 1, когда удалять и менять форму. Кстати, иногда меняют форму при помощи теней тоже, но это тоже через поярче и пошире. Важный момент. Понять, как создалась эта проблема, это тоже очень важно, но тут уже у нас тоже есть два варианта. Мы, конечно, отметаем сценарий, где мастер криворук, кривоглаз и просто криво нарисовал и не видит симметрию. У нас есть, опять, два варианта. Это неправильно зафиксированная форма на первом проходе, когда, например, мастер упустил долю миллиметра на одном глазу сверху, на другом глазу снизу, и все, стрелки поменяли направление. Это самый распространенный вариант. И второй вариант – это когда мастер пытался поправить симметрию при возникшем во время процедуры отеке. Он почти всегда неравномерный, и это прям вот нельзя, это табу, нельзя так делать. Напоминаю, что о том, как научиться рисовать эскизы, как не совершать ошибки при фиксации, вообще узнать все секреты прокрашивания стрелки в один проход, без потери эскиза, конечно, вы можете на моем вебинаре, который уже прошел, и ссылка к нему будет в описании к этому видео. А если все-таки вы уже совершили ошибку, то как исправить несимметричные стрелки, как и когда рисовать эскиз, наносить анестезию, когда или вообще не нужно, я расскажу вам на вебинаре о коррекции на всех зонах – на губах, на веках, на бровях. Он пройдет 3 ноября, стоит он всего 2000 рублей. Кстати, цена такая будет только для тех, кто посмотрит его онлайн. Также плюшкой будет то, что вы можете задавать мне вопросы. В записи цена будет другая, более высокая. Поэтому всем до встречи в онлайне. Всем пока. Продолжение следует...